и сегодня в такой мятой футболке в домашней совсем уж я взял штевилку всем привет любителя мукбанка и не только меня зовут олег николаев вы на моем канале если кто совершенно случайно зашел на мой канал обязательно подпишитесь нажмите колокольчики для того чтобы получать от меня уведомление что приходит выходят новые видео скоро будут стримы и уже в каждом влоге в каждом видео об этом говорю поэтому готовьте свои вопросы чтобы задавать чтобы мы с вами о чем-то поговорили год спустя сегодня 30 до 30 сегодня апреля и я поздравляю вас всех что ой маги марта господи на месяц вперед бегу 30 марта и ровно год назад в этот прекрасный день москву закрыли на карантин поэтому год коронавирусу как минимум в москве потом регионы стали присоединяться к этой не очень хорошие новости вот ну не будем говорить о плохом будем говорить о хорошем поэтому не забудьте нажать колокольчик подписаться не забудьте поставить лайк не забудьте написать ваш комментарий и будет вам счастье да пребудет с вами господь как говорят верующие люди ну и я в том числе тоже верующий человек поэтому я желаю вам только добра желаю вам ценить друг друга быть добрее друг другу учиться этому чтобы любить друг друга и уважать даже посторонних вам людям в общем сегодня наш тому банк и плов но по названию вы наверно поняли здесь я самостоятельно засолил рыбку что не помню как это называлась там рыба в общем какая-то красная рыба была в азбуке вкуса купили кусочек и вот огурчик соевым соусом и здесь мой любимый детский компот огуши вообще обожаю просто обожаю реально вкус детского сада и где-то здесь моя большая вилка давайте попробуем плов ну что лишь попробую что здесь попробуем его приготовить еще вчера вчера мы его уже поели ведь и плов рассыпчатый не комками научился готовить плов самостоятельно научили меня знакомые в узбеке как-то не довелось с ними работать года три назад и женщина помним как-то рассказывать у меня постоянно смотрят гульноз а я ческал избечка ну таджичка вот она не научила готовить плов как что нужно обжаривать что получался золотой вот такой цвет красивый рассыпчатый рис тайну не расскажу кому интересно спросите я вам следующем как-нибудь видео кстати может быть и сделаю рецепт потому что тот рецепт который есть у меня на канале очень этот каша белый рис но зато и с умным делом вещал людям как надо готовить плов но я почему игру что для себя записываю чаще всего логи что такое знаете видео дневник еще раз повторюсь чтобы потом учиться на ошибках каждый человек должен учиться на своих ошибках у тебя на них учусь понял что раньше готова плов неправильно сейчас готовлю правильно рассыпчатый очень вкусный плов видите как выглядит еще палит вот такой он сказал я вспомнил красный плов с красного риса тут я папа бы тоже мы его съесть не могли тогда вкусно но был очень жирно еще и рис такой был прямо жесткий но вкусный как там у малютины бурый рис или помнишь черный или какой-то жрать было все невозможно вообще ужас тоже один мой рецепт огурцы биты очень вкусные они остренькие потому что плов я немножко недосолил выглядит они вот так но это может удоели вчера потому что щели очень вкусно очень вкусно прям вот самое то закусочки какой ночь ну там гастолю то что лимонады выпивает или там да просто вот плов немножко недосолил я поэтому можно спокойно так скажем это может чуть-чуть что нам часто пробовал ее пробовал уже когда резал хорошо не понравилось первых рыба морская трех если тебе не нравится не ешь красная рыбка но она мало соленая соль есть но мне кажется если но я могу еще хочется посолить еще а вот маконим в соевый соус и будет вкусно нормально пир не бойся говно мне накормлю я сижу сегодня думал о чем снять влог паша гриц не мы-ка ты лук мукбанк потому что ты горит давно никого не радовала мог банками люди ждут века рассказывал пугачёва флип бедросович целый соус не соленый леди гага все 35 лет сполнилась честь этого надо большой концерт где-то там и читал в интернете она блеванула прямо на сцене я это видел реально в интернете видео но не знаю может быть она перепела может быть еще что-то но прямо три раза она прямо из нее вылилось конкретно может просто танцевала окружилась может быть окружили да да вот царь на грунт давай даму банк давно снимали 2 с ним потом игра тем это какая потому что не хочется состоим коронавирус этой политику уже фунта ел и так паша говорит это поговори о рекламе на советской на светской рекламы я честно говоря не помню все равно эти старшие не помню рекламы перестройки у меня почему-то в голове сразу эта песня мир дуру мир дуру наш дуру для всех это мыло дарит радость на всей земле дуру блин сейчас это дуру стоит 12 рублей а раньше у них рена не достать это было достать достать просто такой дорогой париже ну да вот это вот дуру я помню а на чем жаль на пошелочном вот от всем не угодишь вот это тоже история была я просто напишите в комментариях кстати у кого какая вот если вы вспоминаете рекламу какая реклама у вас всплывает сразу в голове моментально трасс челчок перестроечная реклама какая вот паша когда сказал сегодня меня почему-то дуру сразу ту самая яркая реклама именно почему-то тут я причем для рекламы не помню только помню эту песню которая на подпорке головного мозга вот это вот это вот молодцы маркетологи это то же самое что любит просто добавить на любви точно просто добавить то есть опять такое же это ну уже подспасом подсознание уже понимая что это как это и как готовить и как это происходит настолько голову въелась жевачка была помнишь бумер вот это бум 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 колготки скажи нам была реклама девушки как на элка вам какие-то колготки были не помню что так нога как-то вылазила какая-то на эл была реклама этот колготки киталина ленора вы не ленора миграция миграция точно как грация еще скажи в этот крем-балет не сверловский нет конечно ремонт 1 кульманте ремонт это обувь по моему бы ремонт это обувь же было да по-моему лимонте я не помню точно что-то было лимонте но не помню что такое было лимонте ты знаешь я не настолько не помню рекламы я помню что не ассоциация не тоже героев не помню я помню знаешь чего фишка была у нас же город был небольшой хоть 2 по численности по области после петьми но рекламу показывали не виду что мы ее видели онкл-бэнс то сначала чтобы вот этот раз быстро растворимое пюре потом какие-то лечи все остальное появилось и мы короче с мамой помню пошли значит лошадь игру логика или как-то мамы если что напиши как-то помнишь мы с тобой ходили был магазин в подвале в каком-то на ходили он не помню помню рига что ли назывался такой знаешь вот и польские вот всякие товары на тебя как-то рассказывал печеньки вот эти вот с апельсиновой прослойкой вот этот который тут по москве недавно искал и там продавался этот анкл-бэнс мы как дураки купили мы пришли домой думали ну сейчас пипец такая вкуснота то вообще блин там такая же реклама толком не помню просто помню эту пачку мы пришли заварили клестер клестером мне кажется обои варили из крахмала намного вкуснее крахмал получался чем это пюре и намного прошло много лет таня шесты битва не занами через раз смотрит мы были я у него не был фильме в гостях она готовила пюре для своего мужа ты будешь пюре обрун давай попробую саша не должен вот только-только прийти она не наложила я беру в рот это пюре что вкусно что прилипло нет верхняя неба к нижнему языку к языку общем все как-то вот это знаешь ужасно было ужасно я брутань то что сделать первым она признаешь что она сделана блендером его пробила из картошки выделать крахмал самый настоящий она еще видимо горячую картошку и это такой вот клестер сопли какие-то вот это вот и вот точно такой же был этот анкл бэнс что такое долгой долгой страховая компания какая-то я помню пульс была водка какая-то которую потом посадили мужикалом тоже был такой какой-то коммерсант россии миру в да у него же водка было еще что-то по сравнению жили носки мы потом стал водку пускать никто не брал убрали вот этого не мир вы искали везде точно так же как у них это водка была с перчиком не значит другая нет там такой мужичонка у него такой он немножко лисоватый ну как я я конечно же симпатично были не помню как его звали такой коммерсант миров это заурбежный какой-то был напиток а тут раз русский он был коммерсантом потом окажется то ли нищем стал то ли вы убили в общем где-то он там нищете по моему и умер но все напишите как это водка назывался на целая сеть была и водка сам на 1 появилась водка под его брендом ты наел ты че уже поел так же вкусно что такой долгой помогут страховое это какая-то еда напишите что такое долгой был у меня тоже вот на слуху но я вот не помню 1 1 и это я еще помню то что очень рекламировали этот вот как это мой любимый батончик с этим-то с этим с верблюдом вот там еще до потенциал что такая реклама раньше было пикник да пикник не так нравилось это шоколадка а потом кстати все что появилось привозили за умер убежая из америки это было так все вкусно потом когда стали открыли фабрики здесь в россии сразу все говно стало все уже не то я просто помню и баунти помнишь это лежит какая-то блядь около нее какой-то гей ходит какие-то вот это помнишь это баунти мне кажется люди нет шоколадку хотели мужики хотели эту бабу а бабы хотели вот этого мужика которые ходили там где-то вот даже неизвестно русским людям где это вообще снимали представляешь вот это тоже помню еще полный сигареты рекламировали мальборо потом этот кэмэл был тоже рекламировали самая лучшая реклама шапки от ирины напишите в комментариях какой воспомнился самый интересный ну то что что вас ассоциируется с именно с русской войну в перестроечной веры так надо сказать перестроечной рекламой потому что у меня как стерта с памяти видимо настолько засорена вот это вот голова реклама который сейчас идет но интервете когда набираешь реклама 90-х выходит столько рекламы ты реально вспоминаешь более материально это самая реклама пошли смотреть по 90-х нажмите на паузу вспомнить эту а потом досмотрите меня ну кто-то ты еще помнишь куку руку а чутку куку рука не помню шутку куку рука куку рука там тоже какой-то был этот кенгуренок помню и он батончик с альбом там реклама такая была а я просто рычал да где-то как милки вы не помню там что проберега и как иначе такая спойлерная реклама была альпинголь сейчас и кстати по монету какой-то а или милка это корова там где ходила это уже совсем не так давно да а про молочный берега это что мил мелкий ой а еще не знаешь какая реклама бесила всегда я не знаю я уже как-то мы об этом и говорили но не здесь в логе вообще с друзьями раньше в 90-е такое ощущение было через каждую рекламу ну грубо говоря шоколадку рекламировали пошла реклама про прокладки про тампоны тампоны и прокладки тампон и прокладки как она бегает как она прыгает как из нее льется как она этот тампон этот засовывает дальше же еще такие откровенные рекламы то по сути дела были ну конечно не показывали как она сделана тут по сути дела было понятно в руку там зажимали палец завали в кулак и 2 рекламы памперсы когда они только появились раньше чего вату подкладывали что-то пленки какие-то и вот эту то прокладки то тампоны то эти детские принадлежности и долгие нужные этот ребенок пока по всей квартире поползает пока вы значит там мама поймает еще куча детей куда-то он мне кажется вы не вспомнили на самом деле какие-то рекламы такие значимые но этот еще тает порошок нам тогда тает потом oriflame появилась но и такие были а этот говорящий этот миф ага тоже подобие не знали уже с чего вертеться такой реклама не вижу лекарства почему-то дальше он запретили рекламировать анчо дать иметь голова не болит а когда телевизор участие поэтому ты реклама youtube у нас без рекламы только контекстной рекламы смотришь учете еще какая-то в голове реклама растишка растишка да этот дракон там все когда маленький а суша помнишь была такая реклама там какая-то принцесса нарисованная была тоже это прокладки рекламу коней какой-то это там все принц шел шел там что-то а это наверное знаешь что еще тогда рекламировали эти смекту рекламировали была кстати реально реклама какой-то вы какого-то средства типа от сдутия живота и у они там помнишь сидели он там поел у него рубашку так вот расползается лопается она ему приходит кут таблетку дает у него сразу типа запускает пукает пукает у него сразу тут можно типа еще дальше жрать бухай дальше бизин даду лишь типоподобие такое вот было но ты такая знаешь не наша реклама наша реклама все-таки она безвкусно как и как и теле как и кинематограф до сих пор все равно вкусная реклама она такая знаешь она редко попадалась именно зарубежная которая продуманная которая действительно вкладывается туда немаленькие количество денег и и приятно реально смотреть на самом-то деле вспомнить много рекламы делали которую молодцы кто придумал российский или нет но когда у тебя уже шаблоны в голове забиты спустя 20 лет и по юпи и дуру типа дуру да вот такие то есть слогана придуманы которые вот спустя 20 лет у тебя в голове вы тратите на менеджер и называется ну раньше не знаю как это называлось ну я думаю что скорее всего это тоже не наши придумывали а или это просто в голове то что-то в голове я не знаю что это в голове лимонти и вот этот мужик который водку рекламировал ну симпатичный какие я и я напишите что такое было лимонти и довгань и вот этот мужик который водку рекламировал ну симпатичны как и я а инвайт еще был от или ты сказал инвайт юппи инвайт еще был помнишь такой ну юппи первая была дача вспомнил что потом инвайт появился и звука а звука по звука типа позиционировался типа супернатуральный сок да да причем юппи разводилась на 2 литра или там на 3 пакетик а звука только на литр и мы как-то помню с девчонками купили юппи ой звук звука купили ты по натурально там реально такой был осадок типа знаешь но перемолотого апельсина какого-то корок но мы в горшок в этот налили воду разбавили муж хотели чтобы на всех да побольше думаю чуть-чуть побольше давать пить было невозможно быть вода водой и вообще это а юпи зато я вот не помню как инвайт а инвайта зато появлялись юпи были классические там типа апельсин был там что-то и был этот вишня я помню если вишню прольешь на стол то все пипец стол никогда уже нет мы то есть там таких а инвайта он сейчас наберешь он и н вайт подписался white и точно такая же коробочка но у инвайта была фишка в то в чем у него были абсолютные причем юпи потом как-то прекратился и было именно был инвайт и там почему мне казалось что инвайт чем вкуснее потому что там были такие вкусы но химия скажем вмешанная которая белые такие да серебристые пакетики там был например был лайм с чем-нибудь то есть смешан типа вот как концентрированные соки а еще были концентрированные соки в бутылированные у вас нет и не помнишь вот у нас в этом магазине по моему как раз в риге где мы с вами были там были такие бутылки пластмассовые как и мы как американские молоко вот продают подобие что-то таких бутылок там концентрированный был например апельсиновый сок то куда пить смотришь тут никого нет нету туда куда пить смотришь и этот сок просто так скажем жидкий сок его разводить нужно было водой то есть и продавали вот такие бутылки у нас только был концентрированный когда ты пьешь на языке оставался такой знаешь осадок ну непонятно там явно красители там явно какие-то ароматизаторы и вот эти ешки все остальное но это вот вот именно мне кажется вот вкус ешек нужно было ощутить в 90-е года потому что так вот оставалось на на во рту но все равно вот вкуснее тех самых апельсиновых печенек я не помню типа как сейчас витамин c продают я кстати такого не помню вагонвиллс я помню то что был но его тоже был очень сложно достать в какой-то виспо вагонвиллс да но это было совсем прямо крутяк найти и очень много я хочу сказать что очень много было товара действительно вкусных настоящих польских финских я не знаю откуда германских завозили не знаю с америки или откуда или может быть с бывшего так скажем евросоюза может там эти были заводы американские вот эти вот даст шоколадки все остальное но я не думаю что это со временем а это то что не американская не российская то что раньше так скажем все вкуснее было за счет того что не было ну слушай сейчас продать сейчас продают например у тот же самый love is для всех это какой-то момент был вот прямо знаешь чекал дыкана и вот эти были наборы набор с 90-х там типа юпи лежала или там инвайт вот эти шоколадки love is и там ну например там ну что-то еще не знаю мы же с тобой брали этот love is вот говно к говном это уже не та шикала нет ни тот не тот вкус не того да он во первых жевачка раньше эту жевачку можно было жевать месяцами если ты еще окунешь в сахар это положишь в морозилку а на следующий день в школе ты еще ручкой разукрасишь у тебя рот весь будет синий от этой пасты от этого химии то что ты там нарисовал от цинка и всего остального во рту от легких всех этих металлов но счастье было полные штаны и это а сейчас жевачку вот мы с тобой взяли этот love is через две минуты она просто практически во рту вся рассыпалась я считаю что все таки раньше вы даже сейчас вот кока-колу ты брал вот почему ты говоришь вот мы когда волка студии брали кока-кола же отличается американская от нашей наша производства или за рубежа завозят там допустим с той же самой польши не знаю какими путями там или из америки но наша баночка кока-колы например стоит 36 рублей нам 40 например а эта банка сколько может стоить что-то там 100 рублей 120 рублей точно так ну 100 окей 100 в два раза дороже но вкус он реально отличается кока-кола которая производится здесь где-нибудь в химках подмосковье или там санкт-петербурге где-нибудь там в ленинградской области где-нибудь там как этот город у них кировске или там шлиссельбурге не знаю штампуют дерьмо это собачье вместе с животными эти то же самое как этот живого животных корм делают этот марс и тут же шоколадки штампуют на этом же заводе вот это вообще загадка для меня и все равно отличается советское российское производство от нашего не знаю чем сахар другой производство другое пиздят на заводах что-то сливает не знаю вкус абсолютно действительно другой вот поэтому не знаю но именно вот воспоминание того у тех вкусов и тоже сам еще раз пресловутые печеньки вот этой вот как она называется галет наверно да которая сухая печенька и вот эта прослойка апельсинового какого-то джема и снизу еще одна вот эта печенька таких тубах продавались полиэтиленовых внутри еще картонка такая рифленая было вот это для меня незабываемо какие вкусные мы с вами покупали всякие торты и все остальное то вот ну это вот конечно там наверное химия ну наверно но в наше время тоже не найдешь ничего прямо супер сверхъестественного не знаю в общем напишите в комментариях что вы помните что у вас 90-х годах какие рекламы моментально всплывают и что какой вкус вам запомнился с детства ну или там в юношестве кто каком возрасте был именно в 90 годах тогда когда советский союз распался и вот это хлынуло на нас с вами порно жесткая и не жесткая мужское женское и трансгендерное и любое какое мы хотели посмотреть и когда наши классические певцы лев лещенко и все остальные переоделись в шорты а например например то что валерий леонтьев пел в костюме тройка потом моментально переобулся стал петь в трусах и с сеткой на голове вот поэтому вот моментально что у вас вот этот момент произошло именно тоже сами когда хлынула на нас вот это вот открытая дверь когда-то петр первый открыл окно в европу а потом видимо ельцин что у вас запомнилось голове и какая реклама и какой вкус все всем пока побежали прибираться и смотреть программу про людмилу марковну гурченко не кстати день памяти все пока